Здарова, сегодня поговорим об Бурман Сэндбокс, её начинки и с чем её едят. Пройдёмся по её серверам и, что я точно знаю, что это видео едят с печеньками. Поэтому расчехляй своё любязово, а я расчехляю этот видеоролик. Коми-е. Субтитры сделал DimaTorzok Начинка игры просто прекрасна. И музыка, и менюшка хорошая. Кастом какой-никакой. И онлайн даже есть. Объектов, транспорта, механизмов. Просто море. Но есть один прикол. Видите, это Урбан Сэндбокс. Да. А видите, таб. Ага, да. А знаете, что у них общего? Да всё, блядь. Вот буквально. Ладно, без буквально. Геймплей справа, Урбан Сэндбокс. Слева, таб. Не находитесь, Ходс? Нет. А тут? Может быть, здесь? Да, нет, бред какой-то. Может быть, люди тут другие? Те же нелюди. Ааа, блин, точно они добавили фиксиков. Не, авторы по ДЛСД явно. Давайте теперь поподробнее. Забудем вообще о бате Урбана, иначе он обидится. Ну как тут можно забыть батьку, когда ты буквально его копия? Вот Урбан, когда просыпается и в ванну идёт, он по-любому зеркало пугается. И не потому, что он сам по себе горбун из Нотр-Дама, а потому, что его батя Гаргамель. Да. Подобные игры пытаются либо создать своеобразный проект на пару раз, либо закосплеить Гаррис Мод. Но, как показывает практика, очень криво. За неимением аналогов приходится играть в то, что есть. Если разработчик пытался действительно создать Гаррис Мод на мобилке, то, в принципе, что-то у него да получилось, если сравнивать с другими играми подобного жанра. Но не стоит забывать о том, что разработчик этой игры, разработчиком этой игры никогда и не был. Верно, компания SuperGames Ltd просто спиздила удалённую, трижды перепроданную и давно заброшенную табу Xon Studio. Последние разработчики пытались восстановить игру после удаления, но, скажем так, не вышло. Но, опять же, куда, вот зачем вам туда идти, вот куда-то, если есть Urban Sandbox, вот обзор, на который вот будет фактически обзором на таб, посмотрите его и, в принципе, сделайте выводы сами. Первый аспект. Графика. Под графикой я подразумеваю текстурки, меню, оформление, там, шрифт, кнопочки и тому подобное. Вы поняли, короче. Не сказать, что графика плохая. Нет, достаточно хорошая для такого уровня игры. Оптимизация всё-таки поважнее будет. Но некоторые моменты прям, ну, противные. Раздражают также отсутствие динамического, да хотя бы эстетичного освещения. То есть, иногда строишь базу, проект какой-нибудь, для повышения антуража стоило бы добавить освещение. Но, к сожалению, такого попросту нету. Как бы, ну, лампа есть, но она просто меняет текстурку на жёлтый цвет. Непонятно почему. Но с новыми разработчиками, надеюсь, всё починится и будет классно. Надеюсь, что классно будет и менюшке, в которой до удаления игры из фейдмаркета был магазин, а также различные скины. Но теперь на месте магазина, что в оригинале, что в нашем доноре, огромная дыра. Прям как жопера. А говоря в целом о оформлении, всё классно. Текст приятный, музыка не надоедает. Политика приватности, досталось наследство, фон на любителя. Но, не заходит. Да и сами текстурки вообще неплохие. На стройках почти ничего нету. И на стройке сервера тоже. Ну, погодите. Главное, что затягивает в игру, это не графика. Нет. Это геймплей. Это второй аспект. И вот как раз таки геймплей, это отдельный вид искусства. Понимаете? Ну, любой вообще геймплей в играх-песочницах уникален. На сервере может произойти вообще всякое. И вот как раз таки эта загадочность и неизвестность затягивает. А вдруг там люди адекватные? А может быть там спаун почище? Может быть там какая-нибудь карта на прохождение или вообще целый РП-проект? Именно такими вопросами каждый из вас скорее всего задавался, задумываясь. Зайти ли на сервер с названием Мелон Лох? Но почему рассматривается именно онлайн часть? Да потому что в офлайн толком делать нечего. Не, можно создать какую-нибудь паркур-карту, городок, постройку. Но все это рано или поздно проведет Баск Онлайн. Где мы создадим сервер и проведем время с товарищами на один раз. А весь геймплей в этом и заключается. Провести время с друзьями. Существуют конечно более интересные игры в этом плане. Но совмещающихся еще и открытый мир, привет Майнкрафт, немного. И вот эта социализация, анархичность, сырость и РП-шность поглощает. Тебя будто бы опускают в котел с хинкалями. Каждого хочешь сожрать и вылазить не хочется. А ведь действительно, тут найдется интересов для вообще всего. Любишь строить? Пожалуйста. Убивать? Держи. Кататься? Довольствуйся дивным автопарком. Инженер, создай пушку, стреляющую бесконечно взрывающимся динамитом и осыпем спаун, чтобы все знали, кто тут Кузькин папа. Эм, да, лакомашины. Один из тех неприятных моментов игры, когда эти мастера заходят, оставляют за собой такие вот пакаки и выходят. А тем временем спаун просто заливает пробами несуразного говна. Я чуть раньше упомянул, что хочешь всех сожрать. После вот таких вот мувов это неудивительно, ведь каждый клоп на сервере может оставить такой вот след. Игра в принципе забредших, не понимающих романтику этого мира путников, раздражает. Им ничего не понятно. Они ничего не хотят строить, потому что это трудно и время затратно. И познавать механизмы у них нет желания. У кого у них? У плееров. Ох, сколько же людей пострадало из-за таких клоунов, которые играют в игру от силы 20 минут, нашедшая в ней только любовь к оружию. Против них игроки даже в кланы собирались, а потом рейды устраивали. Самое грустное, что любовь к оружию самая распространенная. Вот такая вот ирония. По причине того, что тут уметь просто нечего. Берешь автомат, если скилловый, то даже дубинку, и начинаешь щеголять по спамну с предложением размять товарищу еблищие. В большинстве своем от такого ребята, попавшие под горячую руку, начинают отвечать. И пошло-поехало. Все, кто начинают отвечать тому челу, становятся не лучше. И уже выходит, что был, к примеру, один убийца, а теперь три дауна. Причем эти дауны настроены к своим же недружелюбно в корне. Я, к примеру, когда скачал игру, вот это в конце 2019 года было. Помню смутно, но помню. Зашел в игру. На заднем фоне была серая стена. Было доступно всего четыре персонажа, и ник у меня был плеер 800 какой-то там. Зайти в онлайн я боялся. Не знал, как вести себя. Просил скачать игру брата, чтоб страшно не было. Но тот мне явно дал понять, что нам не по пути. Ладно. Юный камикадзе собрал все свои хилые яйца в кулак и зашел на какой-то рандомный сервер. Карта пустыня. Человек пять на спавне занимаются... уже не помню чем. Куча машин. Упавшие заборы и плиты в небе. Хожу среди руин, брожу. И откуда ни возьмись, поц из-за машины выходит. И на меня автомат направляет. Напряжение растет. Хочу написать привет, но меня убивают. Респавнюсь. Пытаюсь убежать. Куда-нибудь, главное убежать. Не выходит. Пуля быстрее. Вижу, как за меня игрок заступается. А потом на платформе улетает. А на сервере приват был. И я на машине уехать, ну, попросту не мог. С горем пополам я заспавнил забор и упрыгал от корпорации ужаса подальше. Ознакомливаясь с меню, я наконец-то заспаунил транспорт и сквозь взрывы и выстрелы уехал на другой конец карты. Вы не представляете, что за эмоции я испытывал в тот момент. Я как будто бы попал во вселенную Безумного Макса, где задача была да хотя бы просто выжить. Что было дальше, не помню уже. Отрывисто припоминаю лишь то, что меня в тот день уже звали ужинать. А я все играю, по-моему, на каком-то РП-сервере, где ребята построили пиццерию Мишки Фнифтнера, и я старался что-то отыгрывать. В тот день я получил столько дофаминового кайфа. О, господи. Какой же я тогда был глупый. Я считал, что постройки это вот круто, транспорт это круто, РП-проекция это круто. Но все, что просто, гениально. И все гениальное просто. Я часами искал РП-проекции, а находил сервера, как в мой первый раз. Анархичное мракобесие, где я доказывал свой скилл в 30 фэписов. А для счастья, как говорится, больше и не надо. Сказал бы я сейчас. Но спустя месяц, помню, тап я все-таки удалил. Мне не понравилось, что подобных карт, по типу РП-проектов, военных баз, да даже такой проработанной пиццерии Фредди было мало. Грусть добавляла то, что те, кто такими картами владели, не играли в то время, когда играл я. Да, а тогда я еще и не знал, где карты можно было брать. Угу, грустные моменты бывают, да. Как, примеру, этот видеоролик. Неожиданно я его закончил, да? Что, собственно, по итогу. Urban Sandbox хорошая игра. Легенду моего позднего детства возродила группа разработчиков под LSD. Я надеюсь, что это не повлияет на разработку игры в лучшую сторону. Стоит ли поиграть в игру в 2024 году? Ну, нет, нет, еще раз нет, блядь. Все, кто планирует играть в Hyper, SSB2 или Гарри Бокс, идите и играйте в них прямо сейчас. Я, конечно, понимаю классика и тому подобное. Игра, которая когда-то доминировала на просторах плей-маркета в этом роде игр. Но багов там просто море. Вот в качестве сервера у них там вообще, наверное, тостер стоит. Онлайн на уровне дохлого лебедя. Извините, что спиздел. А концентрация дебилов с таким онлайном равна 100%. С учетом тебя, конечно же. А вообще, спасибо за просмотр, друг. Надеюсь, контент тебе понравился и ты оценишь его хоть как-нибудь. Я пока что только экспериментирую над видео и, возможно, они станут качественнее. Но найти снова ты меня уже вряд ли сможешь, если не подпишешься на канал. Хотя можешь, если подпишешься на телеграм-канал, конечно же. Все, не буду тебя задерживать. Иди, играй вот в эти ваши гори-боксы, хайперы, там, ССБ-2. Потому что, скорее всего, ты нашел это видео, потому что искал такие игры. Да все-все, ухожу. Мьедан.